Сегодня у нас планируется депутатская комиссия по вопросам о том, в течение ежедневных денег, муниципальных районов, развития сельскохозяйственных, предмогов и сельскохозяйственных продуктов, поддерживать малосередную бизнесу и комиссии по бюджетно-финансовой политике, налогам и использованию собственных муниципальных районов. Но вопрос по первой комиссии о муниципальном контроле сфере логоустройства у нас уехал докладчик, сфера по вызову, поэтому я предлагаю его перенести и совместить с социальной комиссией 28-го числа. А сегодня с повестки дня этот вопрос снять. Есть другие предложения? Нет. Значит, комиссию считаю открытым, поскольку форум у нас имеется. И кто за утверждение повестки дня без этого вопроса, прошу проголосовать. Все за. Начинаем разводить. Первый вопрос. О ходе исполнения бюджета в городском муниципальном районе до первого года 2016 года. Докладу от Варенова Кудышева. У вас информация вся есть? С вопросом начнем, как обычно. Алина Вареновна, это не зачитывает, да? Нет, не надо. У меня есть. Ну, у меня вопрос касается меня. С чем связаны и добры в консультуре на бюджет в первом году 2016 года? Что, как бы, бюджет исполнен на 40 тысячи десятых процентов, поточнем к годовому прогнозу, это, как бы, нормальный показатель. Как бы, налоги не могут равномерно поступать в бюджет, потому что какие-то уплаты у налогов в разные сроки имеются. Поэтому, как бы, равномерно удаляем, налоги не поступают. И обычно в первом квартале планируется даже меньше, как бы, процент. Но январь практически и рабочий, мая выходные, и дни много. Поэтому это показатель выше среднеобластного. У нас есть информация, что мы стояли на 1 июля. Среди муниципальных районов области было исполнено 38,6 процентов. Наши 43 идеи. И в целом по области 42 процента было исполнено. То есть у нас показатели это как положительные, хорошие. И еще мой мужик, ну, я даже свои вопросы, а потом там уже... Ну, да, хорошо. Еще вопрос был, какие меры принимаются по погашению задолженности. Ну, в первом полугодии было привлечено 30 миллионов коммерческих кредитов на погашение задолженности за АТЭР и пенсионный фонд. В июле мы обращались, я обращаюсь с правительства Саратовского областа с ходатайством о предоставлении бюджетного кредита 30 миллионов. Но нам было сказано. И вместо этого было предусмотрено дата взаимосбалансированности в объеме 6,5 миллионов. Тоже будет конкретно по погашению пенсионного фонда. Пока денежные средства не вступят, только на вере есть, ассигнование, например, этих целей. Мы целиком не закроем долг? Нет, целиком долг мы не закроем. Частично мы закрываем своим собственными средствами. То есть у нас сейчас находится на исполнении очень много исполнительных листов. Вот эти исполнительные листы погашаются своим собственными средствами. Планируем, если 6,5 миллионов поступить, то тоже вот эта часть будет погашено исполнительные листы. А как изыскиваем возможности? Есть план приватизации, есть предложение на организацию имущества. Думаю, если будет реализовано какое-то имущество, то тоже будет прогрошаться. Ой, направляться на покажение задумки. Вы вот назваете вопрос? Да. Есть, Марина Глаза, вопрос? Нет. Спасибо. Добрый день, пожалуйста. У меня в порядке следующие вопросы. Почему не выполнен план по сбору налога на доходы физических листов? План по доходам налога на физических листов у нас составляет 341 миллион рублей. Прогноз к его исполнению 100%. На данный момент в НДФЛ местный бюджет поступило 140,8 миллионов рублей, или 41,3 годовому кассовому плану. Невысокий темп роста поступления в консолидированный бюджет к аналогичному показателю 2015 года объясняется следующим. Рост суммы возврата НДФЛ из бюджета района по заявлениям граждан составил более миллиона рублей, или 117,3%. Также обусловлено снижением платежей по следующим организациям. Это ООО «Имсайт промстрой» на 6,5 миллионов рублей, или почти 82% по причине уменьшения количества выполняемых работ и количества договоров. Снижение производства общестроительных работ и также в связи с сокращением штата сотрудников. Черкасский лесхоз снизил на 1,6 миллионов рублей, или 87%. Также по причине сокращения штата. В дальнейшем сокращение штата у них будет продолжаться. ООО «Баркотный сезон» сократился на 170 тысяч рублей, или 25,9% по причине уменьшения количества договоров. Недуемка по данному виду налогов на постоянное 1 июля 2016 года возросла в сравнении с уровнем начала года на 384 тысячи рублей, или 68%. На данный момент недуемка по НДФЛ составляет 946 тысяч рублей. В адрес должников направлено требование об уплате налогов пене согласно статистике 69 Налогового кодекса на расчетные счета выставлены инкассовые поручения, то есть работа претензионная по взысканию данных долгов идет. Кроме того, не уплатили недоимку, которая образовалась в результате до начисления по контрольной работе. Это у нас по драмотиатру 180 тысяч. У них недоимка взыскивается согласно статье 46 Налогового кодекса. Среди претензионной работы придется, но что-то взыскивается? Конечно. Потому что растет недоимка-то. Недоимка растет, но у них получается одни организации попадают вновь, по одним уже и работа ведется, и долги взыскиваются. Работа ведется, и постоянно она не останавливается. Вопросы есть? Дальше. Следующий вопрос. Сколько предпринимателей в настоящее время работают по патентной системе налогообложения? В настоящее время на патентной системе у нас работают три предпринимателя. Ими было получено пять патентов, в том числе три это на аренду живых и неживых помещений, одно это на химчистку, украшения и услуги прачечных, и одна это розничная торговля. От данного вида налога, на постоянное 1 июля, поступило на 60 тысяч рублей. Динамика поступлений, то есть рост идет в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Недоимка по данному платежу отсутствует? Ну а почему все это так плохо у нас идет в патентной системе? Всего 5 человек. Ну, наверное, это еще не разрекламировано настолько, что люди пока еще стараются сидеть на ЕМВД, смотрят, как же она вступит в силу, как... Не просчитано, наверное, кому выгоднее на ЕМВД, кому на патенте. Может быть так. Кроме этого, еще по патенту намного больше платежей составляет, нежели на ЕМВД. Поэтому, если у людей есть еще возможность сидеть на ЕМВД, они остаются на той системе налогообложения. Когда уже будет запрет на применение ЕМВД окончательно, то есть когда уже у людей не будет выбора, тогда они 100% будут переходить уже на ватную систему. Пока есть выбор, люди просчитывают и сами выбирают, как их будет в дальнейшем работать. Так что пока это их право. Какие меры предпринимаются по понуждению к регистрации незаконного бизнеса? Вообще, мерами по понуждению к регистрации у нас занимается налоговый орган. В первом полугодии 2016 года ими был установлен только один факт осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В отношении данного гражданина сотрудниками налогового органа были проведены контрольные мероприятия, в результате чего был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы были переданы в мировой суд, который привлек указанного гражданина по статье 14.1 КОАПа и назначил ему штраф в сумме 500 рублей. В настоящее время данный гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и уже работает официально. Кроме того, в 2016 году администрации совместно с ОВД были проведены 27 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. У нас было выявлено 312 фактов неформальной занятости, в том числе 68 граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования, без государственной регистрации. В перечне данных граждан был список направленный налоговым органом для последующей отработки, принятия каких-то мер воздействия. регализованная из выявленных фактов неформальной занятости. У нас 202 трудовых отношений. А каким образом можно активизировать эту работу? Вот сейчас открой газету, там объявление по рекламе. Все, кто дает объявление за дисками КНЕК, там же дать жилья, наверное. Про издать жилья говорим очень-очень долго. И тут очень многие занимаются этим видом бизнеса. По сути, налоговый орган должен ходить и выявлять данные факты и ставить их на налоговый учет. То есть понуждать их, чтобы люди пришли в налоговый орган. Здесь в этом же случае может еще сыграть роль какую-то рекламу, может быть, по переходу на патентную систему налогообложения. Потому что по многим видам деятельности существуют так называемые налоговые каникулы. То есть вот как раз по наемному в аренду, либо репетиторские услуги. То есть объяснять людям, что ближайшие три года после оформления они имеют право на льготный период. То есть у них вот это налогообложение будет значительно ниже, либо многие будут вообще собрались от налогообложения. Может быть, это побудит людей к официальной регистрации в налоговом органе. Ну а кто этим работой должен заниматься? Ну почему же рекламой, почему налогами должны этим заниматься? Наверное, и ваш отдел должен этим заниматься. Мы возьмем по концу. Конечно. Значит, надо публикации больше на эту тему. И вообще выявлять, наверное, просто таких людей надо разговаривать и предлагать им такой способ законного бизнеса. Уже есть в таком положении бюджет у нас. Надо же каждый копеек подгребать в себя. Следующий вопрос. С чем связан значительный рост по сбору единого сельскохозяйственного налога? ЕСХН постоянно 1 июля 2016 года у нас поступил в сумме 1,5 млн. рублей или практически в 200% к кассовому годовому плану. Динамика поступлений также в два раза выше уровня показателей прошлого года. Это произошло за счет увеличения оплаты налогов в первом квартале 2016 года по сравнению с прошлым периодом. Это ООО «Куликовская» у нас проплатила, Элита С и предприниматель УЛАН. Значительный рост платежей связан с тем, что в 2015 году произошло заметное увеличение цен на основную сельскохозяйственную продукцию, что позволило сельхозтоваропроизводителям, применяющим режим налогообложения единый сельхозналог, получить выручку от продаж в полтора раза выше, чем в 2014 году, при росте издержек производства на соответствующий период только на 12%. Вследствие этого налогооблагаемая база по ИСХЛ за 2015 год составила 25,8 млн. рублей и более чем вдвое превысила уровень в 2014 году. А как ты думаешь, прогноз этого налога на следующий период какого-то? Прежде выражает хороший, но тоже им слышала за информацию, что цены пока низкие на высший урожай, но может быть начало пока еще торговых сезонов? Март с повышенной. А по поводу роста цены же не с реформацией? Что готовится рост на... Нет, не рост, а на пару сниженную цену. Это по центральному заявлению была уже реформация, что пока вообще низкие цены снизилась. Поэтому и по поводу роста цены у меня нет никакой информации. Будет ли рост цены на данную продукцию, я не знаю. Дальше. Почему увеличился сбор налога на имущество физических лиц? Сбор налога на имущество физических лиц у нас план 12 млн. В национальных рублей предварительная оценка выступления 100%. Снижение, незначительное снижение по состоянию на 1 июля объясняется тем, что законодательно изменился срок уплаты данного налога. И в соответствии с законом теперь налог мы должны будем проплачивать до 1 декабря года следующего за отчетным. Соответственно, в связи с этим на данный момент уведомления людям еще не разносились, а люди обычно у нас платят налог, уже имеют уведомления на руках. Поэтому уведомления у нас будут разнесены людям где-то в конце августа, и после этого только начнутся массово проплачивать, как налог на имущество физических лиц, то же самое объяснение по земельному налогу. То есть только после получения уведомлений массово пройдет уплата данных видов налогов. По недоимке на 1 июля недоимка по налог на имущество увеличилось на 3 миллиона или на 32 процента, недоимка возросла съезды начислениями по налогу по уточненным сведениям, в адрес должников направлены требования, с должниками ведется претензионная работа. В частности имеется резкое снижение сбора госпошлины за совершение нотариальных действий. В соответствии с федеральным законом, основа законодательства Российской Федерации о нотариате, главы сельских и городских поселений в случае, если на территории поселения отсутствует нотариус, уполномочены на совершение 12 нотариальных действий. Но данные действия до 1 января 2016 года совершались в отношении неопределенного круга. Федеральным законом в 2015 году внесена норма, что нотариальные действия совершаются только для лиц, зарегистрированных по месту жительства в данном населенном пункте. В связи с этим и произошло снижение сбора госпошлины. Также снижение произошло в связи с тем, что пошел на спад процесс оформления сельхоздали в собственность граждан и муниципальную собственность. Активность была у нас в 2015 году. Сумма госпошлины в поселениях составляет 200-500 рублей за вышеперечисленные действия. Стоимость данного виду услуг поселения гораздо ниже, так как в поселениях не взимается плата за техническую работу и выезд на место. То есть если эти данные госпошлины сравнивать с теми суммами, которые берутся в городе Вольфе, поэтому в поселениях они значительно ниже, так как главы поселения не берут плату за техническую работу и выезд на место. Прекратились действия, потому что теперь мы... Говорят, где-то 9 возменяющих. 9-9. А потом сейчас люди умирают, ну на пенсию у нас обычно, вот самые распространенные виды. А сейчас уже вот как-то люди умирают, те, которые не могли сами получать, то уже вот с этим... Ольга, даже доверенность. Другой человек из Саратов приехал, взял и написал себе сами доверенность. А теперь ждешь, ждешь и доверенность. А напишет нам этот... Натальюс, вырви глаз, ничего, ни хера не могу. Ну то есть, вот, целиком объяснить тем, что, допустим, часть перераспределилась на зельские поселения, наверное, все-таки... У нас одна история, потому что сейчас они не могут работать только с людьми, которые в них проживают и прописаны. То есть они не могут работать с теми, которые проживают и на их территории. Соответственно, все ушли, городские ушли к городским нотариусам. Очень ровно. Просто снизился, видимо, рынок на... Нет, Татьяна... Правда, уже я меньше стала обращаться. Доверенность, да, парни, нет, на что-то мелкое, все равно по 200 рублей в нашем жиропростое, рядом Балакова, там рядом всякие садоводческие товариства, можно было написать доверенность, тогда вроде бы 200 рублей, но их было 20 штук. А сейчас не одно, потому что они проживают, все в Балакова прописаны. Только там они могут быть исполнены. Дальше следующее. Чему отсутствует сбор госпошлины за рекламу? Оплата государственной по пошлину производится при получении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции один раз в пять лет. За первые полугодия 16-го года разрешения на установку рекламной конструкции не выдавались. Соответственно, оплата госпошлины не производилась. А другие платы за рекламную конструкцию по другой стратегии идут. То есть здесь мы рассматриваем не только госпошлины, а госпошлины при подаче заявления на установку. Ну, аренду-то они от земли плачут, которые там стоят. Ну, это совершенно другая стратегия. А вот недавно у меня появился монолит. Просто у трассы появился монолит. Реграмма. Незаконная, значит, кандидародная. Да. Незаконная, небольшая, наверное. Незаконная, небольшая, да. Незаконная. Ну, реклама. Так что, для этого не нужно. Вам нужно обратиться в отдел архитектуры. Они будут выяснять, чья это реклама. Если незаконная, она будет подлежать сносу. Или оформление. Ну, или оформление ее. Они еще по-другому делают. Вот он у нас ставит залитой бетоном шины. Если будут претензии, они забирают. И переноснут на другую улицу. И все. Ну, в другую улицу опять претензии. Они опять... Пока претензии там... Планируйте в ближайшее время продажи какого-либо имущества. Как выполняется план приватизации. В настоящее время объявлены аукционы по продаже муниципального имущества. Аукционы пройдут у нас 4, 11 августа и 1 сентября. Также планируется объявить о приватизации в отношении следующего имущества. Это нежилые здания, здания пожарной части. Дата планируемых аукционов с 8 по 15 сентября. То есть работа в этом направлении ведется. Есть имущество, которое в ближайшее время будет рассматриваться и продаваться. А вот традиционные 22. А там был какой-то аукцион? Крыша упадет там. Нет, там аукционов не было. Нет, не было. Ну а с каких пор мы приняли? Готовить надо. Сколько времени прошло, с тех пор, как мы приняли поправку вклад к приватизации. То есть с пор нет аукционов. Почему такие сроки большие? Подготовлен. Сейчас тогда все выяснят. Я заместитель председателя комитета по управлению муниципальному имуществу Моря Викторовна Александровна. Мы планомерно проводим оценку этого имущества и размещаем аукционные торги. В настоящее время у нас уже 7 объектов, вот вам сейчас Светлана Викторовна озвучила, которые, так скажем, готовятся к проведению аукционных торгов. А на будущий период будем поэтапно проводить и мероприятия в отношении революционных и иных объектов, которые включены в прогнозные планы приватизации и города, и района соответственно. А это какие-то материальные затраты, что ли? У нас оценка проводится имущество, естественно. Обязательным образом мы проводим, у нас есть только 4-й федеральный закон, все об этом знают. Мы работаем в рамках осуществления мероприятий. Это время, это оценка, то есть это затраты бюджетных средств, соответственно, обязательно проводятся. Поэтому все это, естественно, поэтапно осуществляется. Работа идет в постоянном, так скажем, режиме выставления на аукционные торги имущества. Так что я думаю, что в будущий период будет и в том числе революционный 22-й рассмотрен. Ну как в будущем период так вышло? На сентябрь, на сентябрь, вот сейчас у нас, да, уже 2 планируется, на 8-е и на 15-е подготовка тоже осуществляется. За счет чего снизился доход НДФЛ в Ольском, Черкасском и Шарко-Иракском муниципальном образовании? По городу Ольск у нас поступил НДФЛ в местный бюджет 112,9 миллионов рублей. К уровню поступления 2015 года темп увеличения у нас составляет 0,7% или только больше на 803 тысячи рублей. Невысокий темп роста в выступлении в консультирный бюджет объясняется рост темп суммы возврата НДФЛ по заявлениям граждан. Почти на миллион он вырос, или 18%, а также снижение платежей по организациям, конкретно ООИ в сайт снизило. Также у нас уменьшается количество выполняемых работ и количество договоров, снижается производство общестроительных работ, и по некоторым организациям у нас проходит сокращение штата. Это по городу Ольску. Черкасское муниципальное образование поступило в НДФЛ в местный бюджет сумма 1,3-1,25 миллионов рублей. К уровню поступления в экономичный период прошлого года темп составляет 27,5%, меньше на 476 тысяч рублей. Низкий темп роста в поступлении в консультирный бюджет объясняется снижением платежей по организации конкретно БАУ «Черкасский лесхоз». Снижение составляет за счет сокращения численности штата. Широкое горахское муниципальное образование поступило 1,9 миллиона рублей. К уровню прошлого года темп уменьшения 4%. Поступление в консультирный бюджет, низкий темп роста поступлений объясняется оплатой налога в первом полугодии прошлого года по акту выездной налоговой проверки платильщиками в размере 85 тысяч, в том числе это санаторий Светлана, 84 тысячи, рассвет 1 тысяча и другие. А также снижение платежей по следующим организациям. Это бархатный сезон снизил поступление на 170 тысяч рублей по причине уменьшения качества договоров. Кроме того, снижение налога на НДФЛ произошло из-за налоговых возмещений на учебу и приобретения жилья жителями широкого иракского муниципального образования. Последний вопрос. Почему снижился земельный налог? Причина та же самая, что и снижение налога на имущество физических лиц и изменение срока выступления, который у нас с этого года будет 1 декабря. Вернее, срок выступления позднее 1 декабря текущего года. Вопрос еще у кого есть? Успомнили уже это за полу года. Нет? У кого? Какие предложения? Нет? Все, и есть, да? Нет, вы, и есть. Принять в сведении. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Все за. Спасибо. Следующий вопрос. По внесению изменений в решении Горского муниципального собрания от 7 декабря 2015 года номер 4 до 59-438 по бюджету Горского муниципального района на 2016 год. Изменения связаны с приложением номер 13, где рассматривать случай представления субсидий юридическим визитом. Там дополняется пунктом 3.2.6. Это на территории Горского муниципального района действует программа развития баллов среднего бизнеса. Поэтому с этой программой связаны, чтобы непосредственно в конкретном случае был предусмотрен и убежден соединенным органом. В 2015 году эта программа не действовала, поэтому в первоначальном бюджете, когда формировали бюджет и приложение, необходимости в этом не было. Она была приостановлена, эта программа в этом году, надеюсь. То есть у нас будет финансирование. Да, обязательно будет, она в трех уровня идет, федеральный, областной и наш. Что финансирование, поэтому министерская экономия сейчас как бы требует то, чтобы в конкретном случае предусмотрено. Марина Анатольевна, а вот из тех четырех пунктов, которые здесь перечислены, на что мы здесь делим, а тут как? У нас были какие-нибудь примеры, что нам давали деньги на эти цели? Например, на повышение, как и работе, как и работе, как и работе, как и специальные олимпиады и конечные организации. Ну, пока таких случаев не было. Не было? Пока. В 16-м году пока не было. А то мы представили юридическую лицу, оказывается, специально ориентированную некоммерческую организацию, материальную поддержку, сборку, укладку, налогов и сборку. Ну, как мы эти случаи предусмотрим, для того, чтобы если вдруг в течение года такие случаи возникают, чтобы не выходить каждый раз, а есть уже, допустим, приложение, и можно было посмотреть. Там еще же, а то, по восстановлению закрепляется порядок, здесь случай, а восстановлением организации еще закрепляется порядок, предоставление этих субсидий. Поэтому, когда случай возникает такой, то... Вопросы есть? Нет вопросов. Выносим на муниципальные собрания, да? Да. Кто заданное предложение? Прошу, кто не сдавались. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вопросы есть? Понятно? Всем все? Предложение. Выносим на муниципальное собрание? Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Все за. Спасибо. Следующий вопрос. О внесении изменений в решении вольского муниципального собрания от 17 декабря 2015 года номер 4357-4440 о подтверждении положения о муниципальной казне в вольском муниципальном районе. Да, данный проект, который в соответствии с внесенным протестом прокуратуры, согласно которому было рекомендовано внести изменения в положение в муниципальной казне в вольском муниципальном районе, исключив конкретный перечень имущества входящего в состав казны, дабы исключить вероятность необоснованного исключения каких-либо видов имущества и оставив общую кнопку, что муниципальной казной являются средства бюджета вольского муниципального района и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальным ментальным предприятием и муниципальным учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Все. Технический вопрос. Да, есть предложение в муниципальном муниципальном собрании. Вопросы есть у кого-то? Нет. Кто за данное предложение? Прошу проголосоваться. Следующий вопрос. По выходе законодательной анициативы в Тарасской областной думе по вопросу внесения изменений в статью 222 Гражданского федерации. Добрый день. Предлагаем рассмотреть наше предложение по вопросу внесения изменений в Гражданский кодекс, а именно статью 222, касающийся вопросов самовольных построек. Данный вопрос у нас уже возник достаточно давно. В Администрации очень часто выступают обращения граждан по вопросу, чтобы узаконить свои самовольные постройки. Чаще всего граждане обращаются по вопросу признания права собственности на граждане. Этих обращений у нас очень много. Они ежегодно поступают. Поэтому, чтобы решить этот вопрос в рамках правового поля, мы предлагаем выйти с инициативой законодательства и внести в статью 222 изменения следующего характера. Чтобы право собственности на самовольные постройки, строительство которого было осуществлено до 1 сентября 2006 года, возможно было признать судебным порядком. И сразу поясню, почему возникла такая дата 1 сентября 2006 года. Дело в том, что до 1 сентября 2006 года аналогичная норма была закреплена в Гражданском кодексе в этой же 222 статье. Однако в дальнейшем законодательство на порядке была изменено и по настоящее время существуют уже действующие редакции. И в данной редакции, в существующей сейчас редакции, право собственности на такие самовольные постройки даже в судебном порядке признавать не может. Но поскольку обращений очень много, а муниципалитет заинтересован, чтобы поступали налоги, граждане заинтересованы признать право собственности на такие постройки, вот у нас возникло такое предложение. Бросим его поддержать. То есть суд не узаконивает постройку, пока не отвезен участок. А участок можно отвезти только на пустом месте, без застройки. Получается хороший вот этот фонд. Потому что, чтобы разорвать его, носим этот поправку. Но это только для постройки до 2005 года, да? А хоть до 2005 года на сего уровня? Нет. Не знаю, что будет. Но сего уровня уравняется право акции, да? На которой больше здесь не право. Право действует, распространяется, знаете. Однако же сейчас суд не признается. Изменения, да? Уже давно. Изменения там есть. Они начали работать с изменениями с 2006 года. А на право отношений, которые у нас включались в этой связи, если человек приходит сейчас в суд и говорит, я до 2006 года в самовольную постройку возьму. Так, пожалуйста, надо применять свой уровень, с которой действовала 222-я редакция. До 2006 года. Судебная практика изменилась. Раньше была разнообразная. Источка она именно такая. Нет, это приятно. И почему мы тогда не идем по следователям, не говорим о том, что кто-то в 2007-м все-таки натворил чудес, да? Но они так же не угрожают жизни, не здоровью гражданам. Ну, я хочу сказать таким образом, вот... Давайте мы областной думе-то предложим, как бы, более широкий коридор. Они вот там подумают. Нет, ну здесь, понимаете, здесь нужно быть с этой нормой очень аккуратными, осторожными, потому что в настоящее время у нас действует право за рекользование застройки, у нас схема дисциплиального планирования. В то время таких документов не было. Поэтому вот в настоящее время эти документы детально регулируют, где можно строить, где нельзя. А вот в тот момент, когда они были утверждены, эти документы, как раз вот где-то период 2006-2009 год примерно, как бы, ничем не регулировалось, поэтому строили, кто-то и хотел. А сейчас это чревато тем, что просто вот человек может прийти, построить у нас на почту, например, гараж. И это опять, будет самовольная постройка, и что, мы должны будем заканивать право собственности на этот гараж? Тоже? Нет, там страшно, я обозрел в 2005-м году. Нет, ну это все тоже... Это можно будет установить, опять же, в модерном порядке, путем проведения строительных экспертиз. Поэтому, в принципе, у нас вот эта дата и возникла для того, чтобы уравнять права к тем, кто воспользовался в свое время этим правом и признал право собственности на самовольной постройке, и те, которые не успели не воспользоваться. Поэтому возникла дата 1 сентября до 2006 года. Еще есть какие-то вопросы по праве? Все понятно, да? Но масса таких даже гаражей, которые люди готовы платить налог, он не мог никак не оформить эту собственность. В связи с этим они не могут и продать, и купить, и так далее. Есть еще вопросы? Нет. Выносим на муниципальное собрание. Кто за, прошу проголосовать. Все за. Все, спасибо. Мы об этом поговорим на Копельске. Мы обсуждали вопрос. Мы посмотрели, какие есть премьеры другие. Поэтому там есть еще поговорить. Бабырчик готов. Это уже переделанное. Первый был еще как-то. Первый был еще короче. Да. Поэтому Бабырчик поговорил на комиссии. Бабырчик первых. Все, спасибо.